В Развилковском детском саду «Золотая рыбка» обычный день, но, как известно, в любые будни можно привнести немного праздника. Маленькие зрители занимают места в зале, и представление начинается. К юбилею детского писателя Самуила Яковлевича Маршака воспитанники детского сада подготовили программу из двух частей. В первой звучат известные стихи. Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой. Далее следует театрализованная «Сказка о глупом мышонке», с которой детский сад принимал участие во всероссийском конкурсе «Юные звезды сцены». Для проведения подобных занятий здесь есть все условия. Сад оснащен необходимым оборудованием – проекторы, компьютеры, музыкальный центр. И даже вместо громоздкого пианино – компактный синтезатор, ни в чем не уступающий по звуку своим натуральным собратьям. Образовательное учреждение уже имеет свою, пусть и небольшую историю. Впервые оно открыло свои двери 12 февраля 2009 года. На сегодняшний день сад посещают 175 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. С ними работают 20 педагогов и 18 человек обслуживающего персонала. «В каждой группе создана предметно-развивающая среда. Строи ее педагоги идут по принципу, чтобы детям было уютно, комфортно, и чтобы каждый ребенок смог найти себе занятие по душе». А пока одни маленькие зрители с неподдельным сопереживанием наблюдают за происходящим на импровизированной сцене, другие занимаются плаванием. Особый предмет гордости коллектива – бассейн. «Внимание, ножки прямые, носочки оттянули красиво, поработали ногами». Конечно, в саду есть спортивные и музыкальные залы, медицинский блок, необходимые административные и технические помещения, игровые и спальные комнаты. Но вряд ли где детвора может так порезвиться, как в бассейне. Занятия здесь проводятся два раза в неделю под руководством опытного инструктора. «Одна из самых основных задач, стоящих перед детским садом, это сохранение и укрепление здоровья. И в данном направлении детский сад проводит большую работу. И, конечно, наличие бассейна помогает нам решать вопросы закаливания детского организма и приобщать детей к здоровому образу жизни». В другой группе изучают животных, живущих на Крайнем Севере. Но после того, как воспитатель рассказала и показала, как выглядят предметы изучения, следует задание. «Теперь начинаем рисовать. Сначала простым карандашом мы рисуем животное, потом его аккуратно раскрашиваем». Проводятся здесь и выездные занятия. Недавно воспитанники детского сада стали гостями Развилковской библиотеки, где был организован конкурс чтецов. Основная тема – экология. Надо заметить, что в год экологии, который объявлен в России, в детском саду в этом направлении ведется большая работа. «Традиционно стало проведение экологических акций, таких как «Нам нужен чистый воздух», «Помогите нашим пернатым друзьям», «Сирень Победы». Эти акции мы проводим в детском саду, и они находят живой отклик у детей и родителей». А в музыкальном зале дело идет к окончанию. Надо сказать, что родители также принимали участие в создании постановки. Сегодня один из принципов образовательного стандарта – плотное взаимодействие с семьями воспитанников. Специалистами детского сада для решения этой задачи был разработан проект, который получил признание на региональном уровне. Это единое образовательное пространство – детский сад, родители и воспитанники. Проект является победителем областного конкурса, и сегодня детский сад работает в статусе региональной инновационной площадки. Но маленьким посетителям сада и неведомо, какая большая работа ведется вокруг них. Им просто радостно приходить в эти стены, узнавать новое и потихоньку взрослеть. Максим Козлов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.